Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Для начала о главном. Мистера, потому что уволили с поста министра труда и социальной защиты, Серика Абденова освободили с должности накануне. Прыжок никуда. В Тимиртау погибла супружеская пара, выбросившаяся из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает полиция области. Трое жителей Караганды оказали дерзкое сопротивление служебному войсковому наряду войсковой части 54-51 внутренних войск МВД РК. Об этом сегодня рассказали журналистам 1-го Карагандинского. Мистера, потому что уволили с поста министра труда и социальной защиты, Серика Абденова освободили с должности накануне. Такой приказ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И уже сегодня стало ясно, что уже экс-министр может отправиться в регионы. Эксперты считают, что Абденов больше будет полезен именно в периферии. А вот карагандинцы с мини-президентом страны согласны. Они считают, что увольнение – правильное решение главы государства. Образование общества, ориентированного на соответствующий вклад в экономику. Самый молодой и эпатажный министр Казахстана Серик Абденов был у руля ведомства чуть больше года. За это время он успел стать народным любимчиком и звездой интернета. Его «потому что, потому что» стало самой удачной цитатой Казнета. «Потому что, уважаемые земляки, потому что» После триумфа в интернете Серик Абденов вмиг стал популярным. Блогеры придумывали карикатуры, другие интернет-пользователи просили понять и простить его, а общественники и вовсе закидали министра яйцами. «Справедливость – это всегда важный фактор». «Вы на горке демократии?» «Сейчас, сейчас, 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 сейчас». И вот накануне сенсационная новость пришла из-за Курды. Там президент Казахстана подписал указ о посвобождении от должности министра Абденова. С решением президента были согласны многие. «Да, какой ответ?» «Мне все равно». «Так надо было, наверное». «Ну, это политика, это решение президента, поэтому я думаю, что не подлежит обсуждению». Экс-министр без работы не останется, это точно. Скорее всего, он отправится в регионы. Напомним, до поста главы Министерства труда и соцзащиты Абденов занимал должность за Макима Восточно-Казахстанской области. Нового министра пока не назначили. Ведомством временно заведует вице-министр Тамара Дюсенова. Анвар Шаликенов, Тулигин Рашитов, Первый Карагандинский. Прыжок в никуда. В Тимиртау погибла супружеская пара, выбросившись из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает полиция области. По информации ведомства, трагедия произошла накануне. Мужчина погиб сразу, а его гражданская супруга скончалась через час в реанимации центральной больницы. Как рассказали в полиции, на такой шаг тимиртауские Ромео Джулетто пошли осознанно. Они разбились, держась за руки. Погибшие были безработными. Мужчине было 29 лет, ее подруге 28. Причину суицида полицейские выясняют. По предварительной версии следствия, молодые люди таким образом решились вести счеты с жизнью. Назначен ряд экспертиз, проводится расследование. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радуновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15. 42-42-21. Трое жителей Караганды оказали дерзкое сопротивление служебному войскому наряду войсковой части 54-51 внутренних войск МВД РК. Об этом сегодня рассказали журналистам Первого Карагандинского в ДВД области. История произошла накануне. Служебный войсковой наряд заступил на охрану общественной безопасности и порядка по Михайловскому сектору Караганды. Военнослужащие заметили троих молодых людей у Михайловского дела полиции. Они вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов. На сделанные замечания молодые люди отреагировали неадекватно, набросились на войсковой наряд с кулаками. Охранники правопорядка подавали сопротивление и задержали нарушителей. 19-летнему военнослужащему повредили форменное обмундирование и нанесли телесные повреждения. Как выяснилось, сопротивление служебному наряду оказали двое родных братьев в возрасте 24-27 лет, а также их 20-летний друг. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 321 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется следствие. Так рассказали в ДВД Карагандинской области. Двое братьев в возрасте 24 и 27 лет, а также их 21-летние знакомые оказали дерзкое сопротивление служебному войскому наряду войсковой части внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан на территории, обслуживаемой Михайловским отделом полиции. В результате один военнослужащий получил травмы по отношению троих задержанных возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Караганде мужчина умер из-за неудачного прыжка на тазик. Сначала он бегал по дивану, будучи в сильном алкогольном опьянении. Потом, спрыгнув, он споткнулся о металлический тазик, ударился головой о шкаф, после чего упал и умер. Полицейские вызвали скорую помощь. Врачи вынуждены были только констатировать внезапную скоропостижную смерть. Квартиру умершего стражи порядка приехали, чтобы выяснить причины попытки суицида его 30-летней сожительницы. Перед этим она приехала в местную железнодорожную больницу с порезанной рукой. После того, как ей оказали помощь, она была отпущена домой. По ее адресу была направлена следственно-оперативная группа железнодорожного ОПОВД города Караганды, которая должна была выяснить и причины членовредительства. И женщина, и ее сожитель были очень пьяны. После его необъяснимых действий с бегом и прыжками он скончался. Войдя на площадку подъезда, сделав несколько шагов, мужчина упал на пол, после чего сотрудниками полиции на место была вызвана карета скорой помощи по приезду, в которой была констатирована смерть мужчины. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, причина смерти мужчины – внезапная скоропостижная смерть. А житель Караганды решил судиться с Каспией банком. Как утверждает карагандинец Наиль Габдулхаков, он выиграл в розыгрыше автомобиль, но железного коня так и не получил. Однако в карагандинском филиале финансового института нас заверили, что в лотерее слышат первый раз. Подробности у нашего корреспондента. Наиль Габдулхаков в прошлом году получил кредит в Каспийском банке и купил компьютер в одном из торговых центров города. Случайно, как один из покупателей, он стал участником розыгрыша автомобиля. Однако получить авто так и не получилось. Позвонил мне друг, сидя в Каспийском банке, он листал журнал Каспийском банке, увидел на одной из страниц мое имя. Позвонил мне, повестил меня об этом. Я сразу же пошел в Каспийском банке узнать об этом. Сразу после того, как счастливый обладатель это узнал, он пошел в торговый дом, дабы забрать свой выигрыш. Однако там ему было отказано, ссылаясь на то, что за все отвечает Каспийский банк. Наиль Габдулхаков отправился в банк, но и там он получил отказ. По словам Наиля, звонить и напоминать о выплате кредита ежемесячно. Каспийский банк мог, а вот позвонить и сказать, что он выиграл машину, банк не мог. Говорят, что они не могли до меня дозвониться, по адресу не могли меня найти. То есть я указывал там и свои контакты, свой адрес, где проживаем. Но этого не может быть. В Каспийском банке нас заверили. Данный финансовый институт никаких розыгрышей не проводит. Подобные мероприятия устраивают только торговые дома при поддержке банков. Знаете, мы с пониманием относимся к тому, что сейчас клиент пытается выяснить ситуацию по розыгрыше. Но с точки зрения Каспийского банка хочу сказать, что, во-первых, банк не получал никаких официальных уведомлений. Адвокат Наиля Евгений Танков говорит, что по кодексу обладатели у того или иного приза банк или торговый дом должны были сообщить о выигрыше в течение 10 дней. Истинный владелец автомобиля Наиль Кабдулхаков намерен получить свой законный приз путем обращения в суд. Исковое заявление будет подано уже в ближайшие дни. Амина Смакова, Тулеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Говорят, обещанного три года ждут. Жители 31-го квартала Шахтинска ждут из 2006 года, что им благоустроят двор. Пока надежды четны. Проблемах двора и реализации государственной программы «Дорожная карта-2020» разбирались наши корреспонденты. Тут грязь и у нас болотно мотается. У нас все грязные ботинки, все. У нас даже негде играть. Тут ездят машины везде. Акфальта нет. Получается, наши дети ходят, и тут двор гуляют. Там есть где гулять. А мы сидим дома и переживаем. Обычно в таких ситуациях жалуются и возмущаются взрослые. Но дома 79, 81, 85, 31-го квартала Шахтинска разразились детским возмущением. Видимо, и они поняли, что порядка во дворах нет. Тем более, что соседний двор ЖКХ сподобилось облагородить, а до них руки не дошли. Когда пошли на собрание, сказали, что ничего делать не будут в этом году. Не объяснили, почему. Пересматривают этот вопрос. Мы пришли, нам отписки только дают. Газовая установка у нас мальчик порезал. Я споткнулся, на стекло упал. И порезал? Да. И ногу порезал. Как говорят жители, по дорожной карте 2020 было выделено 11 миллионов тенге на благоустройство двора. Но до сих пор дети пользуются качелями, которые поставили еще при советской власти. Дождь, у нас проблема. Мы не знаем, какой дорогой обходить. В школу ходят, погрызи получается. Там нету дорог получается. Вот там делают площадку, сделали, ну, в смысле дорожку. Несу до нашего это проложить. Ничего не делают. Зато типа у нас горе есть уже. Дети ходят. Там, значит, как люди уже нормально. Значит, мы не люди, а там люди, получается. Там тоже нет никакой дорожки. Ни здесь пройти невозможно. Нам обещали в этом году сделать раку, аэродетскую площадку для детей. Но в итоге сказали, ничего не будет. Причину не сказали. В ЖКХ еще обижаются, мол, зачем обиваете пороги Акимата. Уже два года люди пытаются выяснить, что же предусмотрено планами на 2013 год. И почему ничего не происходит. Вот так и живут. Но любому терпению есть предел. Почему столь жаркому обсуждению проблем двора не заинтересовались представители ЖКХ? Или у них все происходит строго по плану? Сказано ждать, значит, ждите. Грязи в помойке проходят детства детей. Кстати, в соседнем дворе, куда бегают играть все дети этих домов, положение не лучше. Новенькие детские сооружения соседствуют с дурно пахнущей мусоркой. Но это уже другая история. История организации, которая выиграла тендер на уборку мусора, но свои обязанности не спешит выполнять. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Начало лета – сезонное появление тополиного пуха. В Караганде всюду порхают коробочки в пуховом одеянии. Кто-то умиляется этим природным явлением, а вот пожарным, да еще и аллергикам – не до красот. Первые ждут пожаров, вторые – обострение своего недуга. Ежегодно в начале лета количество выездов пожарных подразделений увеличивается в несколько раз. Причиной этого становится – тополиный пух. С первых дней июня карагандинские пожарники с десяток раз выезжали на возгорание. Как правило, тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох моментально во всех направлениях, оставляя после себя только черные следы. Как и результат – резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта. Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, а он, в свою очередь, становится потенциальным очагом пожара. Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха и потом поджигали их, наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. Очень опасная забава. Не стоит забывать о том, что горение легковоспламеняющегося пуха может перейти в крупные пожары. Ну, населению рекомендуется убирать пух, делать проливку в местах скопления пуха, ну и также пресекать всяческие игры детей с огнём. А вот аллергии на тополиный пух не бывает. Вообще, так считают некоторые врачи. Аллерген на пыльца растений, а не их семена. Тополь – дерево не аллергенное. Но каждый июнь в сухую ветреную погоду множество людей видят тополиный пух и ощущают зуд носа, глаз, что вызывает многократное чихание, водянистое выделение из носа, а иногда кашель и приступы удушья. При этом в воздухе находится большое количество ветропыляемых злаковых трав – тимофеевки, мятлика, райграса и других. Пыльца растений вызывает аллергию, но она невидима. А тополиный пух не аллергенен сам по себе, зато именно его все видят и приписывают ему симптомы аллергии. Так что лучше убирайте тополиный пух у себя во дворах и не давайте детям спички. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде открылась традиционная выставка продажа физиотерапевтических аппаратов производства российского Лейлтомского приборного завода. Выставка работает в помещении аптечного супермаркета «Биосфера». Физиотерапевтические аппараты с каждым годом становятся все более востребованными. Ведь ими можно пользоваться в домашних условиях и не ходить каждый день в физиотерапевтический кабинет поликлиники. Они малогабаритные, удобные в эксплуатации. Завод-изготовитель дает гарантию на два года. Надо только прочесть аннотацию и выполнять советы лечащего врача. Аппараты можно использовать как взрослым, так и детям. Приборы физиотерапии серии «Домашний доктор». Приборы делятся на три категории. Это первая категория у нас идет – приборы теплотерапия. Вторая категория – приборы магнитотерапии. И третья категория – это приборы узкого направления. К приборам первой категории, то есть теплотерапия, относится у нас прибор тепло. А здесь в организме идет сухим дозированным теплом, то есть эльфрокрасным излучением. Лечение различных заболеваний, таких как риниты, гаймориты, танзелиты, бронхиты, то есть прогревание опорно-двигательного аппарата, поясничной зоны, суставов. Состоит он из семи элементов. Первая насадка – это у нас идет насадка для лор-направления, то есть прогревание пазух носа, горло, лобная часть. Вторая насадка – это лечение заболеваний уха при отитах. Четыре нагревательных элемента, которые уже прикладываются по всему организму. Это даже очень хорошая альтернатива горчичникам, то есть прогревание поясничной зоны, также суставов, то есть уже все зоны организма. И седьмой элемент – это идет аллергическая насадка, то есть это уже идут при сезонных обострениях. Световое магнитное воздействие на организм идет. Вторая категория приборов – это у нас идет приборы магнитотерапии. К ним относится прибор Allmag-01. Воздействие на организм происходит бегущим импульсным магнитным полем. Особенность магнитного поля – то, что воздействие происходит на уровне биоритма к человеку, то есть на клеточном уровне. Изначально воздействие идет на сердечество, осудистую систему, кровеносную систему, то есть стабилизируется работа сердца, кровообращение, микроциркуляция, лечение таких заболеваний, как артрозы, артриты, хондрозы, суставы, гипертония, варикоз, сахарный диабет, невралгия, ну и различные виды заболеваний. И третья категория приборов – это приборы у нас узкого направления. Прибор МОВИТ. Прибор МОВИТ применяется при лечении мужских заболеваний, таких как простатит, хронический простатит, аденомопрестательные железы, половая дисфункция, уретропростатит, но также лечение заболеваний прямой кишки, то есть геморрой. Все приборы на рынке уже за длительное время себя очень хорошо зарекомендовали. Очень портативно, легко используются дома, ну и пользуются большим успехом. Аптечный супермаркет «Биосфер», где проводится выставка продажа физиотерапевтических аппаратов, находится на проспекте Бухожирау, справа от торгового центра «Абзал». День открытых дверей в медучреждении. Первая поликлиника города Гарганды провела день открытых дверей. В этот день проводились бесплатные консультации и помощь недееспособным людям. Больница уже не первый год проводит подобные мероприятия. В этом году медперсонал не только оказывал бесплатную помощь в больнице, но и за ее пределами. Те, кто не мог самостоятельно прийти в больницу на эту акцию, к ним выезжали на дом и проводили все необходимые процедуры. Самая основная цель проведения таких мероприятий – это оказание помощи инвалидам, которые не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе. Все проходило на бесплатной основе. Цель этой акции – приблизить максимально возможность оказания специализированной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями на дому и в условиях нашей поликлиники. Амина Смакова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово спортивному комментатору Берику Копарову. Спасибо, Динара, от новостей медицинских к новостям спортивным. Новость спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal – Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В Саране стартовала 26-я республиканская велогонка среди школьников. 22 команды со всей республики соревнуются в индивидуальных и групповых гонках. В гонках принимают участие школьники 99-го 2000-го годов рождения. Около 150 юных велогонщиков из Астаны, Алматы, Шимкента и других городов страны борются за призовые места. Программа соревнований разделена на пять основных гонок. Индивидуальная, две групповых, парная и гонка-критериум, состоящая из 20 кругов. Я приехал на эту республиканскую гонку, хочу выиграть ее или хотя бы призовое место занять. Но хочу в индивидуальном виде занять призовое место, а в команде, чтобы наш город Алматы была первая. Карагандинские бойцы UFC отправляются на сборы в Арабские Эмираты. Там нашим спортсменам предстоит серьезный отбор. Если наши парни смогут преодолеть рубеж в квалификации, то их ждут бои с легендарными соперниками в США или Бразилии. С 15 июня в городе Дубай состоятся квалификационные бои, которые дают возможность заключения выгодных контрактов на проведение больших боев с именитыми соперниками, среди которых будут легендарные Антонио Сильва, Франциско Вермут. Большие надежды возлагает на наших бойцов вице-президент Федерации рукопашного боя Карагандинской области Нурлан Калтаев. Если мы пройдем по преуверительным боям, то у нас с нами должны заключить, возможно, заключить контракт в Соединенные Штаты Америки. Проведем там перерывочные бои, либо в Республике Бразилия. И мы будем там заниматься с такими великими чемпионами версии UFC, как Антонио Сильва, Франциско Вермут. Ребята сегодня, я могу сказать, в наилучшей форме, так что мы на них возлагаем очень большие надежды и думаем, что в версии UFC добьемся очень больших побед. На этом выпуск новостей подходит к концу. Я передаю слово своему коллеге Динара. После выпуска новостей смотрите проект «Багыт» с известной телеведущей Айман Каймульдина. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Аман, сау, болонздар.